Доброго утра вам, уважаемые любители рок-музыки! Доброго вам зимнего утра! Вы спросите меня, мужик, а что ты там делаешь по заранку под новогодней елкой? Отвечаю, я очень хочу соригинальничать и не с вечера, а с самого раннего утра поздравить вас с Новым Годом! Опять слышу вопросы, так ты же уже оригинальничал и поздравлял нас с Новым Годом с берегов Карибского моря, лежа в гамаке на пляже. Ребята, так то я поздравлял вас с обычным Новым Годом, а сегодня я хочу поздравить со старым Новым Годом, ведь сегодня, 13 января, знаменитый, единственный в мире, исключительно наш российский праздник, повторение встречи Нового Года! Четыре деньга мы с вами отдохнули от новогодних гуляний и хватит! И сегодня, ближе к полночи, мы все с вами опять дружно сядем за стол с шампанским, оливье и селедкой под шубой и будем загадывать новые желания. Согласитесь, что у нас огромное преимущество перед иностранцами, ведь мы имеем возможность загадывать себе на Новый Год два желания. Вот именно поэтому они нам так завидуют и накладывают на нас всякие свои нехорошие санкции, чтобы мы не вырвались, не дай бог, вперед со своими желаниями. Но нам тяжело испортить настроение и навредить. Мы же русские люди, мы из любой ситуации найдем достойный выход, с пользой для себя и на зависть нашим заклятым друзьям. Они нам санкции, а мы им импортозамещение. Они нам злобный лай, а мы им гиперзвук. Они нам очередную цветную революцию под боком, а мы им миротворцев из ОДКБ, чтобы веселее им жилось на белом свете. Так что со старым Новым Годом вас, уважаемые граждане России! Хотел сказать, уважаемый любитель рок-музыки, но решил повторить обращение нашего президента. Мне, кстати, понравилось такое обращение, граждане России, уважаемые. А то обращение «дорогие россияне», которое практиковал Борис Николаевич Ельцин, все-таки вызывало у многих усмешки. А вот словосочетания «уважаемые граждане России» вызывают уважение и к себе, и к президенту. А мы вот с моим гениальным режиссером и продюсером решили сегодня устроить себе двойной праздник. И перед непосредственной встречей старого Нового Года с загадыванием дополнительных желаний, мы решили еще сходить на концерт одного очень интересного, на мой взгляд, музыканта в легендарный клуб «16 тонн». Зовут этого музыканта Владимир Золотухин, но он более известен под псевдонимом «Золото». Я до недавнего времени не был знаком с его творчеством, но находясь в Мексике, на берегу того самого Карибского моря, откуда я поздравлял вас с Новым Годом, в свободное от отдыха время я просматривал в Ютубе статьи и блоги наших музыкальных критиков, интервью всяких музыкантов, смотрел новые концерты, клипы и увидел выступление группы «Золото» на квартирнике у Маргулиса. Честно скажу, я был приятно удивлен очень качественной и самобытной музыкой, которую делал Владимир Золотухин со своими соратниками. Это было оригинально, не похоже ни на кого и очень качественно со всех сторон, и в плане музыки, и в плане стихов, и в плане аранжировок, и исполнения, и самого звучания. Это большая редкость для нашей сцены. Поэтому я сразу же захотел попасть на их концерт, чтобы посмотреть, как эти ребята работают вживую. И не откладывая в долгий ящик, тут же, прямо в телефоне, приобрел билеты на их ближайший концерт, который сегодня и состоится в клубе «16 тонн». Все-таки технический прогресс с цифровыми технологиями и социальными сетями – это прекрасная вещь. Из Мексики ты можешь познакомиться с творчеством каких-нибудь музыкантов, из Мексики же купить билеты на их концерт, и, не ходя ни в какие библиотеки, прямо в телефоне ознакомиться с биографией музыканта. Расскажу вам, что я о нем узнал. Владимиру Золотухину всего лишь 31 год, но он уже опытный музыкант, занимающийся музыкой профессионально более 10 лет. И еще можно сказать, что он настоящий советский человек, интернационалист, так как успел родиться еще в Советском Союзе в 1990 году в городе Кант Киргизской ССР. Затем рос и закалялся в столице Казахстана – Алма-Ате. А в 2010 году переехал уже в столицу нашей общей родины – Москву. Так что «побросала паренька судьба по белу свету» – «побросала». Эта фраза сразу же напоминает мне один анекдот про Василия Ивановича и Петьку. Поэтому, извините, не удержусь, расскажу вам его. Хотя это не имеет никакого отношения ни к Старому Новому Году, ни к сегодняшнему концерту. Значит, умирает Мао Цзэдун и говорит своим подчиненным. «Хочу, чтобы вы исполнили мое последнее желание. Поймайте мне фантомаса. Хочу перед смертью увидеть его подлинное лицо». «Да вы что, великий Мао, это же невозможно», – говорят ему подчиненные. «Фантомас же неуловимый и никогда не снимает маску». Но вождь настоял на своем. Несколько месяцев вся многомиллионная служба безопасности Китая искали фантомаса по белу свету. И, наконец-то, выследили, поймали и привели к великому кормчему. Тот говорит «оставьте нас наедине». И обращается к монстру. «Фантомас, покажи мне свое лицо». Фантомас отвечает ему «Вот хоть режьте меня, хоть убейте, но я никогда не снимаю маску и ни при каких обстоятельствах никому и ни за что не показываю свое лицо. Это великая тайна». Тогда Мао говорит ему «Фантомас, я умираю, и поэтому тайна твоего лица умрет вместе со мной». Фантомас, растроганный, тронутый этой ситуацией до глубины души, не выдерживает и снимает маску. Мао Цзэдун поднимается из последних сил над подушкой, всматривается в лицо фантомаса и говорит «Да, побросала нас судьба по белу свету, Петька, побросала». Так и Владимира Золотухина. «Побросала судьба по белу свету, побросала». Родился он, как я уже сказал, в городке с очень символичным названием, которое с одной стороны отсылает нас к философии Эммануила Канта, но в то же время Кант в переводе с киргизского означает «сахар». Думаю, не без влияния такого символичного места рождения в творчестве артиста с золота соединились и горечь философской мудрости, и сладость нашей жизни. Тексты Владимира Золотухина, с одной стороны, достаточно глубоки, а с другой стороны, очень жизненные, актуальные и лиричные. Точно так же и его пение, с одной стороны, оригинально, а с другой, приятно и гармонично. А в целом музыка Владимира Золотухина подтверждает мою теорию о главном отличии различных вокально-инструментальных стилей друг от друга, причем отличии даже глобальных стилей, не говоря уже об индивидуальных стилях конкретного музыканта или группы. И этим главным отличием является вокал. Вокал – это лицо любого вокально-инструментального коллектива, любого индивидуального исполнителя. Ведь любую группу, любого исполнителя мы в первую очередь узнаем по вокалу, если он оригинален. Или же не узнаем, если вокал обычный, как у всех. Узнаваемости вокала способствует его тембр, диапазон, техника подачи. Но что, по моему мнению, больше всего продает неповторимости индивидуальному стилю группы – это ритмика вокала. Если послушать аранжировки песен Владимира Золотухина в отрыве от вокала, то они очень простые, классические. Конечно, не без оригинальности различных находок, но в принципе ничего из ряда вон выходящего. Многие песни вообще исполняются им под простую гитару. Но когда мы добавляем к этой вроде бы несложной традиционной аранжировке его вокал, то получается очень оригинальное, ни на что и ни на кого не похожее, очень необычное в своей новизне творчество. Вокал у Владимира Золотухина очень оригинальный, запоминающийся, открытый, звонкий, гибкий, с большим диапазоном. Но самое главное в его оригинальности – это очень своеобразная, ни на кого не похожая ритмика вокала. Именно эта ритмика делает его музыку очень оригинальной и неповторимой. Но это я сделал реверансы в сторону музыки с золота на основании тех официальных клипов со студийным звучанием, которые я слушал в интернете. Но соответствует ли качество его музыки, продемонстрированная в официальных студийных работах, качеству работы на живой сцене, я специально еду смотреть в клуб «16 тонн». А также хочу глянуть, какой уровень его самоотдачи на сцене, насколько он артистичен, насколько он зажигает публику. Поэтому приглашаю вас вместе с нами пойти в клуб и посмотреть выступление группы «Золото» Владимира Золотухина. Вот мы и внутри, уважаемые любители року, мы тут и здесь. Все готовится к концерту. Аппаратура на готове, видите? Синтезатор простой. Note Stage 3. Костойки так, видите, у него любимый его телекастер. Владимир Полотухина, я имею в виду. Ну и компьютерные всякие примочки, потому что не очень много есть в порту, но и бэкал. Музыка, я имею в виду. Мы играли в клубе 16 тонн, три года сегодня думали об этом, и поэтому сегодня нам, как никогда, понадобится ваша поддержка. Всех еще раз прошедшими праздниками, а, кстати, сегодня Новый год, так что всех с Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы сыграем вам песню, которую я написал, ну не совсем я написал, а я написал музыку на стихи Осипа Мандельштама. Субтитры создавал DimaTorzok Я тебе смогу сказать пока Субтитры создавал DimaTorzok Сколько не пытался Субтитры создавал DimaTorzok 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 И самые главные критерии Это как раз вокальные А именно ритмика вокала И техника вокальная Но в первую очередь вокальная ритмика Это краткое окончание слов Что он постоянно делал Несмотря на мелодизм пения И постановка ударных слогов Последних во фразе В контрапункт по отношению к метрическим долям Поэтому это настоящий классический рок Классический Я не говорю про металл Металл там немножко другое Там уже техника вокальная другая Там идет техника расщепления связок А здесь он работал на чистом вокале Но это именно классический рок И прекрасно качали ребята Просто прекрасно я им аплодирую Это прекрасные музыканты Вот такие Уважаемые любители рок-музыки Едем с моим гениальным режиссером и продюсером Из клуба 16 тонн С концерта золото Какие впечатления у меня от этого концерта Ритм секция была отлажена очень хорошо Она звучала сочно и мощно И качала зал очень хорошо Это при том, что инструментов на сцене было минимум Гитара, на которой играл сам Золотухин Бас-гитара, труба и барабаны Вот все инструменты Ну а рядом ставил синтезатор На который он периодически садился и играл Дважды он там две песни какие-то сыграл Но на самом деле было вот этих вот четыре инструмента И в то же самое время музыка была насыщенная Была такая полифоничная музыка Переплетались партии инструментальные И это очень хорошо качало Отдаю им должное Великолепно сделали Да, инструментов было мало И они использовали плейбэки И это правильно, это современно Потому что создать современный звук без плейбэков Без хороших синтезаторных звуков Придающих определенное настроение музыке Не просто, а может быть и невозможно Особенно создание тревоги Либо веселья Это плейбэки в этом очень сильно помогают Синтезаторные Поэтому они их использовали Аккуратно, но использовали Там звуки виолончели, звуки скрипки Это было Но самое главное Ему удалось создать очень оригинальный Самобытный стиль Потому что он сумел создать Очень оригинальную вокальную ритмику А именно вокал Вокальная составляющая Любой музыкальной группы Она главная в формировании стиля индивидуального Так вот, ему это удалось Он ни на кого не похож Это очень оригинальная ритмика Она качает И в то же самое время Она очень интересна и мелодична Отсутствие мата в песнях Это тоже, я аплодирую этому Потому что это Ну, я считаю, что в искусстве Ну, использовать мат Ну, это перебор Со сценой Матерно разговаривать со зрителями Я это Ну, не то, что осуждаю Ну, не приветствую Вот так бы я сказал Он сочиняет Очень приличные Поэтичные стихи И использует Стихи Других известных авторов В частности Он на одну песню На стихи Мандельштама Написал Прекрасная песня Он не боится Использовать цитаты Из известных Произведений Известных музыкантов И на концерте Были цитаты Использованы Из Земфиры Из Андрея Губина Это то, что я узнал Он их по-своему Переделывает Такое В своем стиле Но отсылка идет На эти произведения Это тоже Грамотный подход Умение использовать Цитировать То, что тебе нравится Не плагиировать А именно цитировать Это грамотно Поэтому в целом Концерт был выстроен Очень динамично Очень Красочно Хорошо отстроенный звук Поведение на сцене Абсолютно естественное Без показухи Без оригинальничания Какого-то Заученных Каких-то Штампованных Движений Поэтому в целом Я отмечаю Этих музыкантов И говорю, что Я рад, что я посетил Этот концерт И рад, что я в них Не разочаровался Мысли вслух Точны и честны Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Молощуком 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 Молощук Молощук